Девушки отдыхают Из чего только крест крутит эту гадость Но ничего страшного, уже прошло Ребята, не хочу вас отвлекать, но вы подтягивайтесь потихоньку Там стол почти на крест Одну минуту, Степа, мы скоро будем Ну что, Тёма, пойдем? Или побудем еще? Так хорошо Знаешь, Артём, я вот смотрю на Стёпу с Катей На нас с тобой И думаю, как же нам повезло У родителей-то моих все совсем не так было Плохо было Я тебе рассказывала, отчего мама умерла? Нет, конечно Отец в берегу океана Мне тогда пять лет было Мало что понимала Но поселок и даже океан могла себе представить Потому что верила ей Верила, что поедем А потом она с собой покончила Дрянью какой-то отравилась После маминой смерти отец пить бросил Раньше на меня внимания особо не обращала Когда она умерла, больше одну не оставлял Везде таскал с собой Но про нее мы с ним за все время говорили Только пару раз и все У меня кукла была Жанна Я с ней играла, будто она моя дочка И мы поехали на океан Потом отец спрятал ее куда-то Сказал, что потерялась Не хотел видно, чтобы я себя несбыточной мечтой выучила И я тогда придумала, что она во Владивосток уехала А теперь и я еду Пусть и не во Владивосток, зато с тобой Мечта сбывается Кстати, мне всегда было интересно О чем папа мечтает? Он же должен уметь мечтать Так вот о чем? О погонах? Так он сам себе мог любые навесить Людей спасти? А что им дальше делать? Под землей сидеть? Никогда не понимала его Чем он живет? Что ему надо для счастья? Может и ничего У него ведь никогда не было времени подумать о завтрашнем дне В метро о таком как-то не думается А тут, наверху, другое дело Я вот знаю, что хочу Ноги в песок зарыть Строить из него крепости для малышей Я себе двоих представляю Девочку и мальчика Мальчик на тебя похож Потом бежим купаться Вода теплая, за спиной горы Домики деревянные на берегу Солнце нас будет каждый день Подниматься огромное Прямо из воды И бухта эта Наш с тобой пункт назначения Туда стоило бы через полмира ехать У каждого должен быть пункт назначения Своя точка на карте Куда он рвется И где может, наконец, успокоиться У всех наших свой У Дамира свой Вот подняли колпак Выпустили нас из метро И мы разбегаемся Но не сразу Сначала по инерции еще вместе бежим Бежим Туда откнемся, сюда Но каждый свою точку найдет И там останется Беги, Тёма Я еще посижу немного и приду А мы, Тёма, всё в лучшем виде, Артём А это с нами? Беги, Тёма Беги, Тёма С MAY Продолжение следует... 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 Заходи, Настя. Вот только дедушка Мельник все равно не успокоится. Ему своих внуков подавай. А, Артем, неловко даже как-то и уговаривать тебя, дочка у меня красавица, спортсменка. Ага, мастер спорта по стрельбе. Ну что, за колонию, что ли? За заселение Земли и за продолжение рода. Точно, замеди. Замеди! 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 Какая-то напугала нас всех анюта твоя. Ну, а ты не переживай. Оно, конечно, на чехотку похоже. Но, а Катюха некой правильный. Так что на ноги в два счета поставь. Да и впереди, наконец, что-то путное. Река, лес. О, наша ядроэлектростанция. Да, интересно уже глянуть. Их еще не чинил. Так что все путем, Михаил Тепоч. Не переживай. Скоро заживем по-людски вдали. Вы, Саня, и детишек нарожаете, а? Пора ведь уже, братка. А ну, понятно, в Москве вас и нельзя было рняться. Но в долине это же самое оно. И Степан с Катей подсобят. Теперь же на законных основаниях. Колонию же заселять надо. Все как надо сладим. Народ у нас рукастый. А что самое главное с головой все. К таким и другие добрые люди в охотку приходили. Ну и ж, оно и понятно. У каждого найдется зацепка, которую, если тронуть, он обо всем и думать забудет. Дамир весь в поле вуза свободу ввязался. Как он там, интересно. Да. Вот он мой выйдет. Будет там, Чайева. С Юлью. Хотя, прикинь, наоборот, проворот. Возвращаемся мы, а он там уже за место ворона ихнего. Ха-ха-ха. Хотя, это чисто прикол, понятно. Да мир мужик правильный. Бреть и стали. Такс. Ну что? Ну я тут с буханкой твоей разберусь еще маленько. Да буду ласточку мою вам с Алешей готовить. Кстати, он так рванул кем на пареньке, что, думаю, у него тоже чуйка заработала по его главной теме. Ха-ха-ха. Да я уж пригляди за ним, а кто найдет себе приключение на голову. Ну а вообще, братка, и молоток же ты такую красотку привел. Чую она нам дальше, ой, как пригодится. Я, ясно дело, ласточку свою, дрезину, нипочем не променяю. Но ведь хороша тертовка. Ха-ха. Ты не расчувствовался, старушку свою вспомнил, на которой из кодо это выехал. А вуторка. Стоя война еще. Эт сорок металловазин простоял в пыль. На дровах все одно, как аврора наша. Ну, ясно дело, там само воспоминание было, а не в машине. Кабина загнила вся, фанерка. Платформы ни разу не было. Но движок с газогенератором до коробки, почитай, что и целый, рама в порядке. Вот. Увозился, да. Месяц, без сна, без брода. Но завел. Ну а потом уж кузов вот такой и самой буханкой сверху-то и присандалил, чтоб не возиться, значит. И вот на том Кирогазе аж надо самой Астрахани допилить. А у ней эти лучшие времена лошаденок тридцать от силы было. Мороки и страсть. Пока дров напили, дочурок наколи, чтоб одна как дноя, то не фурычин же. Все одно как баню стопить. Целая наука. Вот. Ну, полдня в улесе, два часа, ну, плыхтит, скрипит, но едет. Да. Все одно душой прикипел. И столько труда вложил. А в Астрахани пришлось себя, значит, и периодному отдать. То есть, порешили бы, не за здорово живешь, так и точно легко отделаться. Да. Такие, братка, дела. Ну, об этой красавице я по старой памяти позабочусь в самом лучшем виде. Ой, как все, хочешь на выставку ее? Эй, как есть невеста, она выгодна. Красавишна. В таком вот-то, в общем, разрезе. В таком вот-то, в общем, разрезе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова